Друзья, я приветствую вас. Ну что же, несколько слов буквально перед заседанием Федрезерва, которое завершится сегодня вечером. Будут объявлены итоги, на какую величину Федрезерв повысит процентную ставку. Собственно говоря, каким бы ни было решение принятое, похоже, что итоги ФРС могут дать рынкам вряд ли более чем малую передышку, да и ту в форме наверняка практически волатильности, которая возникнет. Как вы знаете, наверняка за последние несколько дней с четверга индекс широкого рынка Уолл-стрит потерял более 400 пунктов или почти что 10%. В основном это связано было с опасениями, что ФРС может предпринять слишком агрессивные шаги по ужесточению денежно-кредитной политики, сокращая денежную массу доступную, но при этом еще и потерпеть неудачу в своей миссии сдержать инфляцию. В сочетании с решением ЕЦБ, которое также рынкам не понравилось в четверг, я уже об этом говорил, решение, которое в общем свелось к минимальному самому изменению параметров политики, которое почти наверняка не позволит повлиять заметным образом на инфляцию в Европе, то есть там показалось слишком мягким. Здесь на самом деле рынки боятся, что решение может быть слишком жестким. И после еще одного 40-летнего рекорда по потребительской инфляции в пятницу, когда индекс потребительских цен вышел на уровень 8,6%, год к году только официально по Америке, и вот после того, как его опубликовали, это тоже внесло важный вклад в движение рынка вниз, поскольку усилило шансы на более крупный шаг по повышению ставки. Вот на данный момент 95% трейдеров ожидает повышения ставки на 3,25%, то есть на 0,75% пункта. Это, конечно, такая своеобразная достаточно динамика. Почему? Потому что буквально несколько дней назад на такой сценарий, что ставки повысят на 0,75%, рассчитывало где-то всего 6-7%, 8% максимум трейдеров и инвесторов, согласно тем же самым оценкам FedWatch, которые приводятся заблаговременно о ставках на процентные ставки. Так можно сказать в качестве игры слов, но это, наверное, известный инструмент, который многие отслеживают. В результате, то, что это количество изменилось с 6-8% до 95% трейдеров и инвесторов, резко ускорилось движение бирж вниз и ускорилось движение из других валют в доллар, как защитный актив. Евро к доллару, вы знаете, уже коснулся отметки 1,04%, фунт годовой минимум переписал, прошел туда австралийский доллар, близок к этому новозеландский доллар, ну то есть практически все валюты, при том, что Австралия уже повышала процентные ставки, вы знаете, Британия 4 раз за последние несколько месяцев повышала процентные ставки, но даже эти валюты это не спрошло от распродажи. Параллельно мы видим, что эти движения идут по валютному рынку, потому что подавляющее большинство трейдеров и инвесторов все-таки предполагали для этого другой, более мягкий сценарий с повышением ставки только на полпроцента. Ну теперь слово только можно взять в кавычки, хотя вполне возможно, что вся эта ситуация просто является уловкой ФРС, которая заключается в том, чтобы распространить сейчас слухи о подъеме ставки на три четверти процента, в реальности поднять на полпроцента и в этом случае рынки вообще вздохнут с облегчением, так как будто полпроцента это мало, хотя еще недавно план поднять на полпроцента в июне, на полпроцента в июле и на полпроцент в сентябре, то есть всего на полтора до осени, рассматривался как ястребиный, жесткий, но теперь его могут посчитать мягким. Вполне возможно, что это такой вот способ представить решение ястребиное в качестве голубиного. Знаете, как вот, когда доктора там на процедурах каких-нибудь говорят, что сейчас вам будет очень-очень-очень больно, все приготовились, а потом оказывается, что вроде не так это было и страшно. Вполне возможно, что это вот такая вот уловка политической и экономической медицины от Федорезерва, но плюс к этому ведь решение о подъеме ставки, его же можно приправить изрядной порцией успокоительной еще дополнительной риторики, говоря о мягкой посадке, которая непременно случится, так же, как ЕЦБ сказал, что, ребята, инфляция будет в следующем году 3,5%, хоть часа на и 8,5%, но ничего, само собой, все как бы это пройдет у вас. Ну и замечу, что, в общем-то, есть возможность, по крайней мере, в будущем каком-то измерении представить у ФРС себя такими героями, спасающими нацию весь мир от дракона инфляции, тем, что вот мы принимаем такие вот шаги. На самом деле, действительно, сейчас успокоительное рынком и в целом населению всех ведущих стран мира нужно, потому что, действительно, при непомерно уже высоких ценах по их меркам на энергоносители, продукты питания, на значительное количество других товаров, услуг, когда очень многие семьи откладывают там покупки товаров длительного пользования, там стиральных машин, бытовой и другой техники или электроники, это может создать такой положительный контраст, если будет какая-то решительная поза такая вот принята федрезервом. В том числе, тут еще и говорит о том, что очень разочаровывающим для многих оказалось последнее выступление недавнее на днях. Джанет Йеллин, которая сейчас является министром финансов США, секретарем казначейства, да, там у них так называется эта должность, а еще недавно Доджерова Пауэлл, она, собственно, была главой федрезерва, должна быть, ну, просто супер дважды там компетентным политиком во всех этих вопросах. Вот, но, судя по всему, это, в общем, не так, потому что она постаралась говорить о чем угодно, кроме проблемы инфляции. Ее беспокоило, значит, насилие с использованием винтовок, ее беспокоили проблемы энергоперехода, расовое, значит, расовое универноправие и т.д. и т.п. Все что угодно. Но на вопрос об инфляции, то есть прямой ее обязанностью, в отличие от всех остальных перечисленных, как министр финансов, она отвечает прежде всего за финансовую часть, вот от вопросов об инфляции она старалась максимально отмахнуться. Все, что из нее, в принципе, удалось выжить, это когда ей предъявили, что, ну, вот, слушайте, господа Джанет Йеллин, вы же говорили, что инфляция временная, и это говорили еще год назад, даже меньше года назад. Ну, как же так-то? Мы уже ошиблись в своих прогнозах. Она сказала, в общем, некую небольшую такую речь по пару минут в том духе, что, вы понимаете, так бы все и было обязательно, но я не ожидала такого количества смертоносных штаммов коронавируса. Это тогда, когда уже все бушевало вовсю, даже год назад, да, она не ожидала. Вот, не ожидала, значит, что будет вторжение, как она это сказала, России на Украину, то есть специальная военная операция, что начнется. И вот связанный с этим подъем цен, вот это вот все, значит, получается, и в конце она добавила совершенно замечательную фразу, которая, в общем, все, наверное, перебивает. Я действительно ожидаю, сказала она, что инфляция теперь, да, останется высокой, но хотя очень надеюсь все-таки, что она будет снижаться. Совершенно замечательное беспомощное заявление. То есть, как бы, да, я раньше говорил, что она временная, но вот куча обстоятельств, теперь она уже не временная. Но надежда, ну, только что не сказал умирать в последней. Надежда вот остается, что инфляция снизится. Ну, слушайте, если даже глава Минфина американского тешит себя только лишь, всего лишь надеждой на это, и не предлагает рецептов, что тогда остается обычной публике, там, жителям пригородов, рыночному, собственно, сообществу. То есть, рынку не понравилось, что министр финансов в США, похоже, не знает, что происходит с инфляцией и что с ней делать. Поэтому инвесторы, трейдеры по-прежнему выжидают в том плане, что они не готовы пока выкупать активы, широкие классы активов, даже по более низкой стоимости, а индексы действительно упали до самой низкой за год стоимости. Наздник даже потрогал отметки, которые были в октябре-ноябре 2020 года, технологический индекс. То есть, это было еще до изобретения, объявления изобретения первых вакцин от коронавируса. Но, слушайте, ну с тех пор-то мир явно стал лучше в экономическом плане, не говоря уже о том, что общая инфляция цен, она с тех пор сильно поднимала рекретировки акций. Но вот, как видите, в данный момент рынок скатился до состояния годичной, где-то с лишним даже уже давности, 15-месячной давности широкий рынок, и даже больше полуторагодичной давности вот по индексу технологических акций. То есть, никто не спешит, на самом деле, брать активы, потому что полагает, что они могут упасть глубже. И это вполне вероятный, даже более вероятный сценарий, что может после каких-то колебаний непосредственно, непосредственно, как бы вздох облегчения рынок изобразит временно, будет у него повод в течение непосредственно сегодняшнего вечера или ближайших дня-два. Но даже к концу недели уже может возобновиться распродажа, если она еще и не пойдет сразу. Все зависит от того, насколько убедительными или неубедительными будут доводы людей из ФД резерва. Поэтому можно говорить, что у рынка тревог по-прежнему о том, что была слабая динамика восстановительная по экономике, что она перерастет все-таки в рецессию, в новый виток распродаж, спровоцирует. Вот эти опасения, их как никогда за этот год сейчас много. Еще и европейский Центробанк собирается на внеплановую встречу. Вот сегодня, возможно, будут какие-то итоги объявлены, будут объявлены до ФРС, если не передвинут еще на день. Для чего? Чтобы обсудить слишком высокую стоимость заимствований, то есть долговых программ для некоторых стран еврозоны. Но в основном это южные страны еврозоны, касаться, может, Италии, Греции, Португалии. То есть долговые обязательства получают, что новые долговые обязательства приходится брать под гораздо более высокий процент. В частности, по итальянским бумагам выше 4% годовых скакнули, годовые выплаты. И, соответственно, это очень обеспокоило уже финансовые власти Италии. Вот сейчас такая еще встреча. Опять же, что может предпринять ЕЦБ? Напечатать много новых денег. Он сейчас не может. Он же принял решение сокращать, наоборот, программу активов, сокращать баланс, что и вызвало скачки в доходностях. Поэтому по пятнему пойти никак нельзя, иначе как инфляция. В общем, они попали в достаточно такую плотную патовую ситуацию, которая все более становится такой вот жесткой, берет в оборот. Действительно, сейчас она финансовой власти и Европы. Поэтому и с этой стороны есть угроза повторения долгового кризиса, который был, если помните, в 2011-2012 годах. И тогда Марио Драгин, нынешний премьер Италии, а тогда председатель ЕЦБ, очень круто разрулил его, практически без затрат, просто пообещав, что обязательство всех стран, входящих в еврозону, это обязательство ЕЦБ. Все, ЕЦБ отвечает за все, за всех. И это прямо разрулило проблему довольно быстро. Но это не только на словах было, там был принят акт, соглашение, где все вот эти вещи прописывались. То есть это была целая история. Ну а сейчас пока не очень понятно, чем может успокоить Евроцентробанк инвесторов в долговые бумаги стран, входящих в еврозону. То есть как бы если в Германии, Францию деньги еще вкладывают охотнее, то вот страны, которые задолжали больше, пока не особо горят желанием их направлять. Соответственно, это дополнительно еще может усугубить проблему по паре евро-доллара. Если решение будет какое-то предложено не просто с перераспределением средств, то есть что, скажем, какие-то по истекающим бумагам, например, немецким или французским, что деньги будут реинвестироваться, например, не в их бумаги, а в итальянские, к примеру. Это, кстати, еще надо суметь договориться, потому что, наверное, это решение не очень нравится немцам или французам. Но если будет еще и дополнительная какая-то программа средств, то это на снижение европейской валюты. Соответственно, если не будет такой дополнительной программы, то я все-таки полагаю, что после некого периода волатильности, а очень, может быть, даже короткого, еще и пара евро-доллара может обновить низы года и уйти ниже, чем у 1.0350, поскольку это уже делают такие валюты, как фунт британский, как, ну, иена, понятно, иена там, японцы еще и печатают деньги, продолжают печатать, не прекращают свои программы. Но еврозона, с учетом последних решений ЕЦБ, сравнительно мягких по сравнению с Америкой, может пройсесть тем более, да, поэтому, скорее всего, мы имеем дело всего лишь с короткой передышкой, которая может быть в форме волатильности. А так или иначе, уже более конкретное влияние ФД Резерва, думаю, мы еще на неделе с вами успеем обсудить, когда все слова на эту тему будут сказаны и решения приняты.